И так начался третий этап, а если быть точнее, развязка Российско-Украинской войны и противостояние между Россией и Западом, написал на своей странице в Facebook член Совета Национального Демократического Полюса ВАГ Каспарян. Он будет длиться около 5-6 месяцев и закончится поражением Путина и крушением руководимого им режима, что ознаменует о завершении 300-летней истории Российской империи зла. Согласно данным разведки США, Российская оккупационная армия скоро будет истощена. И несколько недель спустя начнутся переломные развития. А через несколько месяцев Путин пожалеет, что инициировал эту позорную агрессию. Как раз в эти дни проходят два важнейших события – саммит Большой Семерки и исторический саммит НАТО. Во время саммита Большой Семерки сильнейшие страны мира снова подтвердили свою решительность в вопросе бессрочной поддержки Украины до тех пор, пока эта страна не сможет одержать окончательную победу в войне. Обещаю продолжить и усилить поставки тяжелых и современных вооружений. В частности уже говорится о сверхсовременных системах противоракетной обороны, которые смогут надежно закрыть небо Украины. Также было объявлено о новых санкциях, в особенности относительно запрета импорта золота из России. В своем обращении к Большой Семерке президент Зеленский призвал продолжить и усилить давление на Путина, заявляя, что до конца 2022 года война закончится полноценной победой Украины. Во время исторического саммита НАТО в Мадриде, на который, кстати, приглашены многие другие страны, ожидается, что Альянсом будет объявлено, что Россия является противником номер один, и будет принят пакет новой военной помощи Украине. В своих предыдущих выступлениях и записях я уже предсказывал, что июль и август будут переломными. Как с точки зрения ожидающегося полномасштабного контрнаступления украинской армии, так и серьезнейшего экономического кризиса России. Я подтверждаю эти мои прогнозы, вновь приходя к тому убеждению, что осень будет жаркой. Нам остается следить за развитием событий, еще немного запастись терпением, ожидая тот удобный момент, когда мы получим историческую и исключительную возможность, разорвав российско-турецкие клещи, деклонизировать наше Отечество. В этот раз крушение Российской империи будет окончательным и бесповоротным. На развалинах Российской империи воскреснет и, подобно Фениксу, возродится Первая Республика. Армянская цунами сметет внутреннюю нечисть и Армения встанет на путь стабильного развития. За дело!